всем привет друзья сегодня вас ждет очень интересная история о том как основатель сервиса доставки продуктов инстакарт 33-летний опор вами то стал миллиардером усаживайтесь поудобнее обязательно подпишитесь на канал мы начинаем основатель сервиса доставки продуктов инстакарт а в прошлом первый курьер компании стал миллиардером в 33 года спрос на услуги инстакарт вырос в разы после начала пандемии когда люди оказались заперты дома сервис доставки продуктов инстакарт 11 июня объявила закрытие нового раунда финансирования в рамках которого компании из сан франциско удалось привлечь 225 миллионов долларов после этого оценка компании выросла 7,9 миллиарда долларов до 13,7 миллиарда долларов а основатель и генеральный директор инстакарт 33-летний опор вами то стал миллиардером по данным forbes меты в компании предположительно принадлежит примерно 10 процентов поэтому его состояние можно оценить в 1 миллиард 200 миллионов долларов представители инстакарт не стали комментировать расчеты forbes с помощью инстакарт пользователи могут выбрать и заказать продукты онлайн после подтверждения заказа курьер упакует продукты и затем доставить их клиентам на дом в настоящее время услугами сервиса могут воспользоваться более 85 процентов жителей сша и 70 процентов жителей канады после начала пандемии к вид 19 когда миллионам людей пришлось начать соблюдать режим самоизоляции спрос на услуги инстакарт стремительно вырос по данным компании за последние 12 месяцев объеме заказов увеличился на 500 процентов а среднестатистические пользователи сервиса начали тратить на 35 процентов больше за один заказ с марта 2020 года инстакарт пришлось нанять 300 тысяч новых курьеров в апреле компания объявила о планах нанять еще 250 тысяч курьеров чтобы пользователям снова стала доступна доставка продуктов в течение часа или в день заказа у нас амбициозные планы на будущее благодаря новому финансированию мы сможем лучше поддерживать наших курьеров и партнеров продолжим развивать стратегические инициативы например наш рекламный бизнес и нашу предпринимательскую деятельность а также обслуживать наших клиентов на высшем уровне заявил опорла мета в пресс-релизе посвященном новому раунду финансирования пандемия коренным образом изменила отношение людей к продуктам и электронной торговли мы гордимся тем что сервис доставки продуктов инстакарт играет важную роль в жизни людей сейчас и продолжит это делать даже после того как кризис утихнет добавил основатель компании опорла мета родился в индии и вырос в канаде он изучал инженерное дело в университете ватерло и работал инженером проектировщиком в компаниях blackberry и qualcomm позднее мета устроился инженером по снабжению в amazon и помог гиганту электронной торговли выстроить систему обработки заказов и наладить цепочки поставок спустя пару лет ему захотелось попробовать свои силы в чем-то новом в 2010 году он уволился и переехал из сиэтла в сан-франциско чтобы попытать счастье в предпринимательской деятельности в течение следующих 12 месяцев опору мета придумал примерно 20 бизнес идей например он хотел создать сервис скидочных купонов на еду и социальную сеть для юристов однако ни одна из его идей не сработало целью создания компании не может быть просто создание компании целью создания компании должно быть решение проблемы которая действительно беспокоит вас заявил мета на одном из мероприятий бизнес инкубатора white комбинатор в 2014 году на тот момент предприниматель обеспокоил вопрос похода в продуктовый магазин за покупками несмотря на то что в 2012 году большинство товаров можно было приобрести онлайн покупку продуктов в интернете было сложно даже представить мета начал разрабатывать мобильное приложение которое в конечном итоге стала основой сервиса доставки продуктов инстакарт я пообещал себе что не пойду в продуктовый магазин до тех пор пока мое мобильное приложение не будет готова рассказывал мета после запуска приложения мета стал первым пользователем и курьером инстакарт он сам заказывал продукты в приложении затем сам отправился в магазин там собрал свой заказ и доставил его себе домой в 2012 году предпринимателю удалось привлечь финансирование от бизнес инкубатора white комбинатор после того как он использовал инстакарт чтобы доставить одному из инвесторов несколько банок пива в 2013 году он стал участником рейтинга forbes 30 до 30 на первых этапах пользователи часто заказывали доставку продуктов через мобильное приложение но не могли получить свой заказ из-за нехватки свободных курьеров тогда мета сам подрабатывал курьером а поскольку у него не было собственной машины передвигался по городу на убер с тех пор география присутствия инстакарт значительно расширилась если раньше услуги компании были доступны только в сан-франциско то теперь ими могут воспользоваться жители более 5500 городов северной америки прошлом году инстакарт создала сеть пунктов выдачи готовых заказов теперь пользователи могут самостоятельно забрать готовый заказ в одном из магазинов партнеров в апреле 2020 года инстакарт запустила сервис подписки на доставку лекарств в настоящее время компания сотрудничает примерно с двухстами аптеками costco но планирует увеличить количество доступных для выбора аптек costco до 500 с момента запуска в 2012 году сервис инстакарт привлек финансирование на 2,2 миллиарда долларов инвесторами инстакарт выступили десятки именитых венчурных фондов частности andresen horowitz sequoia capital и kleiner pekins вот такая вдохновляющая история друзья я уверен она понравилась каждому поэтому обязательно поставьте лайк под этим выпуском подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик делитесь своими впечатлениями в комментариях спасибо большое что досмотрели этот выпуск до конца берегите себя и своих близких верьте в себя и в свою мечту никогда не сдавайтесь ну а я с вами прощаюсь до новых встреч